друзья всем привет для автоподборщика хуже американского битка может быть только автомобиль который был собран в грузии и привезен в украину для продажи сегодня будем играться в аттракцион попробуем иди живой volkswagen jet of комплектации сел тут требования очень простые машина должна быть 16-17 года 17 честно говоря маловероятно но тем не менее побежали искать бюджет у нас 13 тысяч и обязательно во всем этом должен быть активный круиз-контроль ну и если повезет машина должна быть минимально бита практически не крашена в общем все как мы любим погнали кацубинская поселок который находится в киевской области ну грубо говоря он практически под киевом вот граница киева и потом уже кацубинская можно даже сказать что еще немножко и кацубинчане станут киевлянами хотя очень вряд ли многие здесь борются за то чтобы быть в киевской области потому как тарифы здесь меньше если это киевская область киевом это назвать сложно но очень рядом с киевом это да и и где-то вот здесь вот будет автомобиль они здесь поворачивать чуть-чуть дальше где-то здесь будет автомобиль который нужно будет осмотреть значит по предварительным данным машина приехала с грузии продает ее грузин по словам ему очень хороший автомобиль достался от родственников безопасность там вся на месте все сделано дистроник работает активные жалюзи на радиаторах все восстановили все сделали в общем тишь благодать красота машина идеальная нужно брать сейчас посмотрим что это за аппарат что это за агрегат белая на всякий случай все-таки засниму что я здесь был значит из моментов который мне не понравились это а вот здесь вот полка упирается в капот и вот здесь вот есть но момент потому что она прилегает дальше он пошел расслойный лонжерон видите как-то слегка громко работает вот здесь вот были не уже собрал сейчас приподниму короче вот здесь вот полка крыла проваренная ржавчина выступает вон следы того что она дополнительно заварена это номерная часть вроде бы ничего страшного но на всякий случай плюс по зазорам вся левая сторона на вот здесь вот не крашу под эту штуку парень только что где-то причепил ну обидно но такое дело такое дело с уровнем все нормально машина на всякий случай читается активные жалюзи не работают ну их просто банально нету дальше электроника отопителя климат датчик высокого давления пикандейка хоть работы так выключить чтобы ушла дико дальше парню на 15 рассказывал о том что кондиционер у него не работает включается вентилятор у него дисбаланс на вентиляторах аж так что трусится морда я ему рассказываю что у него пустой фреон что у него там ничего нет что нужно сделать как проверить как заправить делать вакуум заливать фреон ну а так работает до кондиционер но работает тогда когда идет холодный воздух он сейчас не идет поэтому не работает в принципе все терпимо дата ну как терпимо придет лето будет по морде сало потечет потому что кондиционер не работает если честно машина далеко не очень и в очередной раз то что рассказывает грузинская машина сделана вот для себя а подушки еще не смотрел то есть он грешу подушки есть в любом случае но все равно машина собрана хреново ну вот от слова плохо когда полка крыла упирается в капот и причем ладно бы упиралась когда-то так краска металл с одной стороны краска металл с другой стороны и она постоянно трется до такой степени что там даже с точки ржавчинки нету потому что если бы она где-то там притерлась и отошло вследствие того что регулировали зазоры какие-то она бы уже покрылась коррозии а так нет она блестящему даже никогда покрыться коррозии потому что она потому что она постоянно трется плюс вот эти вот вентиляторы на радиаторе которые просто по дурному колбасят и трусит аж в морду они нет балансированы там конкретный дисбаланс а такие вентиляторы чем очень плохи когда будет жара когда где-то будет лето не дай бог какая-то будет микротрещина в самой крыльчатки вентилятора отлетает один кусок идет дисбаланс разлетается эта крыльчатка к бениной маме залетает в радиатор пробивает ее плюс в округе может тоже поранить какие-то жизненно важные органы и хотя там жизненно важно больше ничего нету радиатор единственной жизненно важное он его пробивает жидкость вытекает все машина никуда не едет а если едет то получает перегрев ну и из минусов она может травмировать ночью фары может быть достать капот побьет а так в общем то все машина собрана не очень поэтому пусть парни остаются с этим автомобилем дальше эта машина нам не интересно следующий автомобиль мы ждали практически неделю для того чтобы его посмотреть потому что человек на работе с уезжает он рано приезжает поздно но грубо говоря может показать машину либо в 6 утра когда еще темно либо же уже после 7 вечера когда уже смеркает в общем смотреть машину в таких условиях точно не айс вот долгожданная суббота окружная дорога договорились по встрече едем смотрим безупречный классный автомобиль а так ли это давайте смотреть 7 марта шел десятый день войска подружная дорога наконец-то мы увидели белый конченый пульсвагин же это почему я так сходу говорю да потому что я очень сильно расстроился мы неделю ожидали этот автомобиль и я когда заехал я понял что зря мы ждали зря потраченное время но тем не менее смотрим дальше по зазорам могу здесь типа нормально разорванный герметик пошла ржавчиной раз слоеный лонжерончик 3 а стоят не оригинальные естественно все не совсем на своих местах не совсем своих зазорах сейчас я пока читается машина мы сразу обращаю внимание на зазору здесь и вот здесь вот он уже меньше здесь тоже не очень правильно стоит вот было место где упиралась крыло его выдвинули обратно и теперь она из-за этого сейчас покажу а по фарам фары стоят не оригинальные с парами тут жалюзи у нее на месте жалюзи есть тоже пара не оригинальная кулера если часы включить пойдет такая бешеная скорее всего деталат она часто даже включу кондиционер так кондиционер я включил ну теперь включил он вообще работает да не включен должен маслать так кондиционер здесь тоже не работает сейчас я быстренько пройдусь по покраске того как его быстро как его покрасили 53 очень тонкий слой краски что говорит о том что скорее всего крашена на без грунта но пока пока хитом было 38 значения даже вот если посмотреть подкапотное пространство то подкапотом где красит так в один раз пылят то тут все равно покрашена больше нежели покрашена здесь на крыльях хотя вот это крыло это крыло бы лучшая а может быть это но судя по канту крыло это оригинальное но дальше там смысла мерить нет весь кузов он весь нормально я уже прошел его и просмотрел смотрел и 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 nome crystalline и oni выключить кондиционер выключить а и и моего по подушечкам сейчас вот здесь вот я не стал снимать потому что назад можно красиво не завернуть в общем подушек здесь нету так и побежали электроника двигателя содержит неисправности какие так сейчас мы все это дело сохраним и не убег 48000 включение вентилятора вентилятор на кондиционер вас не включается если чё вентилятор на кондиционер у вас не включается сейчас должен работать кондиционеры соответствует вентилятор кондиционер я чувствую что работает значит электрическая это электрическая неисправность но здесь беда этой машины в том что они хорошо собраны доброе утро да ну в общем если смотреть с точки зрения хорошо собранный автомобиль ту машина в грузии она собрана нет подушек нет чашка на опорная разломана треснуть шейдер метик слова фазмаканый лонжеро все понял хорошо спасибо видео пришлю следующий автомобиль у него чего-то упала на крышу пообщался я с парнем он сказал что шпаклевки там практически нету то есть на в одном месте на стойке совсем совсем чуть-чуть дальше машина практически вся в родной краске полностью заменена филенка крыша то есть она была аккуратно высверлено аккуратно вцеплена обратно и внимание это наконец-то первый автомобиль на нашем пути который идет с дистроникам рабочим с активным круиз-контролем от такой машины мы просто не могли отказаться и поэтому да мы поехали и и собрана она так не очень и еще не простреливая видно что тут достаточное количество шпаклевку да вот здесь на этих стойках тут заменили только больше нигде вопрос цены оставим на потом может она сейчас и не актуально будет емая даже активные жалюзи есть болтик забыли прикрепить на пару где-то прощелкали а подушки тут живут или тут обманки подушки тут живут или тут обманки они подключены ну да подушки когда она попала в аварию в америке это понял они там не стрельнули они там не выстреливали она перевернули перевернулась и сказать где безопасность была порядка я загнал то есть должна от это же они проверили говорят подушки все нами когда мы общались с парнями по телефону официальная версия была что там что-то упало на крышу в виде сугроба или чего-то подобное ну правда когда мы общались по телефону официальная версия была еще что на шпаклевну только в одном месте а по факту она вся такая перешпаклеванная поэтому верить словам людям изначально точно нельзя ну окей смотрим дальше коль мы уже приехали я заменил амортизаторы здесь вот буквально недавно у меня чек вот лежит могут очень дата даже сказать амортизаторы все поменял поменял тормозные колодки 23 марта киев фольклаген джета серенький но в общем здесь пошли путем того что в принципе поменяли всю крышу и по самим лонжероном я думал у меня будет больше вопросов но пока сверху их не очень много и по показаниям парню сразу сказали что шпаклевка только вот здесь и и в принципе все но по факту я понимаю что шпаклевка есть еще с той стороны но визуально честно скажу думал думал будет хуже тянет везде все простреливается но вот здесь вот она больше меня интересует здесь немного цепляет вот тоже видно тоже слегка здесь она вот крашена вот только снаружи внутри проем не крашеный хотя нет вот перепыл есть кто-то неаккуратно доставал 221 вот видны моменты где где уже чуть-чуть по облазила краска с учетом того что здесь меняли крышу то вроде бы какие терпимо по ошибкам статей здесь не так много шутка здесь ошибки по фарам потому что они здесь лет европейский надо адаптировать здесь по звуку заднему правому есть вопросы я честно говоря думал что это будет полный трешняк судя потому что было с этой машиной в америке это как и сделали здесь то сделали не очень и сделали уже красочка облазит но в общем то хоть как минимум приблизительно выставили по зазорам подкрашен плохо плохо формате того что сколы где-нибудь и у нас пол есть да он капот новый ставили да наверно ну я к тому что судя по слою и и красили практически без грунта и вон выбитый камешек до металла уже ржавчинка пошла поэтому ну такое зато заморочились поставили оригинальные пары не поставили какие-то там китайские тайваньские заморочился поставил шторы активные и троник пара тоже оригинальная вот лица вопрос лонжерону но это на смотреть уже снизу опережению зажиганию разброс до 7 градусов что говорит о том что уже скоро придется цепочку менять несмотря на то что у нее уже практически 80 тысяч ну то есть слегка рановато это крылышко слегка не на месте стоит лобовое бенса ну вроде бы как и не страшно а где меняли там же до стекло я стекло не менялась же я покупал и здесь уже она была опригнана да с америки а точно но смысле через через грузию или а зачем продаете болель ах но если хлопнуто закрывается плохо закрывается дверь сторона правая тоже есть элементы шпаклевки особенно на дверях 190 еще 520 здесь учение ага если научу попробовать то здесь вмятина за под лицом сарку сарка здесь миллиметра 4 поэтому она и не простреливать сможем конечно углубиться посмотреть на сколько там шпаклевки 50 а когда покупали видели что она шпаклевана не только с той стороны когда покупала же вырезанного на тесту ребята посмотрели по поводу ходовой части механической части вообще вопросов не было единственное вот по кузову там сколы вот такое всякое типа они сказали шпаклевка была типа на стойках вот эти которые крышу держат а больше так мне больше ничего не сказал возможно ну маловероятно но возможно встретимся на история к тому что не совсем она до конца правильно собрано то есть вот эти вот моменты когда дверь приходится хлопать сильно по этой двери это вот это по ходу вот эти две двери не регулировали она была нормально а потом со временем это ну такое здесь вот плюс еще ну довольно такой здоровый слой шпаклевки который даже не не пробивается я пока все транслирую мы не говорим ни да ни нет пока спасибо часа монитор заберу ну я к тому что я понимаю что дальше вот прям сейчас не нужно гнать на сто с исходными данными рекомендовать машину в таком состоянии сказать что она классная ну нифига то есть по технической части наверняка но тут большая целостность кузова пока спасибо до связи 22 марта volkswagen jet а тот который синенький и первых приоритете покраски побежали так ну как минимум с грунтом крашена уже хорошо следов шпаклевки не вижу так 109 139 пока читается двигатель мы сейчас пройдемся по краскам ну понятное дело что крылья снимались полка номерная кстати не завернутая на ровная лонжероны я уже смотрел они на них я не вижу следов от стапеля двигатель работать носителя тихо но лучше конечно это посмотреть снизу точно так же здесь вы видно что она открывалась снималась но опять-таки этого никто не скрывал а капот выживанный ставил и да они новый бачу капот фарбованный без грунта 151 здесь вот легкий на пыл был 142 у проемом целенький 91 106 так тут проем цель некий 112 здесь также не видно следов того что она снимали с двери хотя позаду вопросов нет пока в салоне салон у нее но не могу сказать что он какой-то замученный потолочек у нее очень чистый интересный следов от того что раскрывались подушки не вижу ну или как минимум был замененный потолок хотя говорят что он здесь в принципе целый сейчас посмотрим где-то вот легкие следы грязь но это все мелочи жизни подлокотник сто сорок восемь сто тридцать два это крыло я думаю бушная стоит а крылой капот новая вот здесь правильно показать каким этот автомобиль приехал из грузии сейчас я включу демонстрацию экрана так открылся у нас этот автомобиль и с виду могу сказать что я могу сказать по этому автомобилю он где-то понятное дело что получил в лицо у него нет передней панели у него повреждены радиаторы но если посмотреть сейчас попробую на другом вот если посмотреть на фотографии то как бы сами лонжероны это вот эта несущая часть она и не затронута вот так же полка крыла у него ровная практически ровная возвращаемся на эту фотографию смотрим что здесь полка крыла тоже на практически ровно вот одна легкая замятость у нее вот но сам лонжером у нее понятное дело что качество фотографии не очень но понимаем что эта машина получила но получила не сильно то что не стреляли подушки у меня есть понимание или же рациональное объяснение лишь только одну машину влупили когда она была стоящая либо же она где-то покатилась либо же еще какой-то момент но при таком ударе обязательно должны были раскрыться подушки здесь же они не раскрыты ну вот разобрали автомобиль чуть-чуть сбоку лежит аккумулятор вот в таком состоянии он приехал в грузии акцентирую внимание на том что вот в таком состоянии он приехал грузии это при условии того что лонжерон у нее целое а это нужно детально посмотреть на подъемники вот когда мы заедем на подъемник еще посмотрю снизу я увижу полную картину видимых следов лонжеронов сверху я просмотрел и зеркалом и так полки крыльев сделаны очень неплохо поэтому этот автомобиль я предполагаю что по целостности кузова нормальный предполагаю на первичном осмотре сирена идет еще в германии сильно слышно наверно нанесу и вот по этим признакам я понимаю что там машина имеет право на дальнейшее существование исходя опять-таки из тех условий задач которые нам поставлены и теперь дальше смотрим часы автомобилем так круиз контроля здесь нету потому что нет адаптивного радара коробка передач на то же самое да те же ошибки тоже по круизу электроника отопителя климата вот это вот что у нас здесь авто включить и пошел а кондиционер у вас я так разумею не працюю да ну я его включил але не бачу ничего муфта навантаживалась и так давление хладегена да он пустий а вы его в минулому році придбали да наприкінцы ну останнє бачу правило мозок автомобилю це в грудні месяце минулого року я привез сюда тринадцатого грудня так грудень це ж минулий рік не не вибачте ой вибачте січне на василь традиционный звонок заказчику так сказать повествование об автомобиле о его истории естественно он еще после звонка смотрит весь видео материал который мы ему предоставляем для того чтобы было общее понятие решения и соответственно он сразу видит о чем идет речь для чего это делается у нас я отступлю от темы недавно вот была очень такая комическая ситуация в заявке написано что кожаный салон ну типа если он будет то окей ну тряпка конечно тоже подойдет выбрали машину все класс приезжаем смотрим открываем двери а там кожаный салон а заказчик с нами ой нет кожаный салон кожаный салон я уже что-то не хочу и вот в такие вот моменты понимаешь что дальше точно не нужно тратить время вот для этого и делается звонок потому как если вдруг что-то пойдет не так то стоп машины не нужно тратить никому свое время смотрим доброе утро но визуально собран лучше чем предыдущие но все равно далек от идеала значит из-за минусов это то что здесь тоже нету дистроника радиатор один новый стоит следов жесткого ремонта я по ней не вижу то есть плюс-минус ну в зазорах нормально единственное что там чуть-чуть переднее левое крыло не стоит правильно возле стойки и не очень красивый зазор между правым крылом и дверью ну в общем то все ошибки у нее связано с тем что у нее отсутствует дистроник пробега это ее машина с грузии ну сказать что она мрачно собрана ну не 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 мрачно но и не не очень идеально аккуратно и интересная когда она приехала грузии я не отслеживал в декабре с грузии она 10 числа как минимум на 100 управили ей ошибки и чистили всякое такое из мелких ошибок у нее обгонная муфта на бендиксе стартера уже подвывать чуть-чуть начинает при холодном запуске цепь сильно не растянута но уже чуть под растянуто на порядка пяти градусов когда будет всем при холодном запуске когда уже будет сока не двигателя понимаете что что цепь уже здесь придется менять вот а так в аккуратный автомобиль я не могу сказать что он здесь очень дешевый но как минимум здесь все клипсы на месте стоят всего на собрано но опять-таки радиаторы стоят у душные один он погнутый сейчас я засниму на видео покажу сейчас попробую поймать нет наверно с телефона надо потому что так он вряд ли сфокусируется то есть передний кондиционер а он кстати кондиционер пустой ничего здесь нету радиатор который за кондиционером он помятый 3 тоже помятый но в общем целый только тот который интеркулера следов замены на руле я не вижу то есть в руле подушка есть по салону она очень аккуратная то есть скидывает со счетов ну я бы ее не скидывал ремень маловероятно сейчас я посмотрю конечно ремень уже смеси с цепью менять ну то что он здесь сильно за замученный ну нет почему кондиционер не работает здесь надо будет сначала вдуть ей давление и посмотреть в принципе не убегает ли она нету ошибки все связанные только с дистроником вы планировали ставить активный круиз учитывая то что она стоит в районе тысячи он пока не будет этого ставить говорит откровенно честно и открыто ну плюс активные жалюзи и плюс ну да вот не собирается он его ставить верно 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 вопрос на с то загонять или пока оставим ее на потом мои рекомендации пока не сбрасывать потому что потому что это не 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 какой-то мрачный удрач но слегка недоделанный автомобиль назовем его так бог еще не данный не не вин хочешь и под и вы тысячи декилька автомобилем ребят это видео получилось и без того просто огромное по таймингу а как вы понимаете это даже еще не середина подбора потому как еще было много автомобилей осмотрено и чем это закончилось вполне естественно что будет вторая часть но об этом немножко позже сейчас слегка заспойлерю я нахожусь в германии ситуации у меня здесь бывают такие на не то что бывают а случились такие о которых я даже ранее не предполагал что вообще такое возможно в нашем мире кстати кто хочет видеть это все в режиме реального времени ссылочки есть инстаграм подписываемся на инстаграм и там будет все живое видео о том как происходит что происходит где происходит ну а на сегодня все большое вам спасибо за то что досмотрели это видео до конца с вами был николай тарануха киев компания динавто всем удачи на дорогах всем пока пока и